МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире законодатели. С вами я, Ольга Панова. И сегодня мы поговорим обо всем интересном и важном, что произошло в жизни регионального парламента за прошедший месяц. Начнем с событий последней недели. На днях спикер Государственного совета Чувашии Юрий Попов в Мордовии принял участие в 35-м заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжского федерального округа. О том, что волнует законодателей ПФО, смотрите далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основной такой хороший вопрос был у нас развитие массовой физической культуры спорта. Пропаганда этого вида спорта. Примеры республики Мордовия. Да, конечно, в Мордовии очень много сделано и делается. Но я бы хотел остановиться на республике Чувашии. У нас ведь тоже такой массовый спорт, развитие спорта хорошо развит. На сегодняшний день у нас за последние 5 лет построено только около 50 объектов физкультурно-оздоровительных комплексов. Это немало для такой республики, как Чувашии. Но есть и какие-то результаты. Вот сейчас, в последние годы у нас в республике 30% населения начали заниматься физкультурой. Это важно. А результаты именно занятий физкультурой – это уже ощутимо. Меньше стали болеть, меньше стали обращаться в больницы. И молодежь начала продвигаться в спорте именно. Учитывая, что они задействованы в таких мероприятиях, меньше стали курить, меньше стали вредными привычками заниматься. Это уже сказывается. И, конечно, тут можно и такие хорошие результаты, как демографическая ситуация. Вот уже последние за 20 лет, в 2012 году, только впервые у нас рождаемость превысила смертность. Это хорошие результаты. Поэтому больше надо заниматься спортом. И именно население пропагандой перед жителями надо заниматься. И тут важно не только молодежь, но и есть те руководители, которые своим примером должны показывать именно, как надо заниматься, как участвовать. Это тоже важно. Глядя на таких руководителей, там семья, подчиненные начнут заниматься. Это важно. И тем более у нас хороший пример – это пример главы Чувашской республики. Он такой активный, любит массовый спорт. Вот учиться надо от таких людей. Ну, все-таки, если вернуться к Мордовии, целый ряд спортивных объектов вы посетили вместе со своими коллегами. Ну, может быть, что-то удалось взять на заметку, на вооружение. Может быть, есть в планах применить мордовский опыт здесь. Все-таки республика действительно по части спорта, можно сказать, что передовая, да, в Поволжье. Ну, конечно, там результаты, результаты именно уже в профессиональном видах спорта, хорошие результаты есть. Но в жизни не только профессиональный спорт. Самое главное – народ сплачивает. И народ привлечь любовь к спорту. Вот у них хорошая традиция есть, вот сдача готова. Уже, хотя указ президента Российской Федерации Владимира Владимировича есть, вот это по сравнению с Мордовией мы пока остаем. Вот это у нас в республике надо продвигать. Ну, также у меня в жизни, я сейчас заметил, вот последняя игра хоккей нашей сборной России. Это такой позор, что проиграли с таким громадным шотом Америки. Кто видел, кто смотрел. Вот нет патриотизма. Вот это важно, чтобы развивать патриотизм у нас в республике. А вот опять про хоккей. Они профессионалы нашей хоккеисты, они умеют играть, они по опыту выше. Но вот этого духа, патриотизма нет. Вот этого надо у нас начинать, хотя есть, конечно, но не на таком уровне. Развивать надо патриотизм. В Саранске члены Ассоциации законодателей Приволжья, это спикеры парламента в 14 субъектов ПФО, посетили целый ряд спортивных объектов. Опыт республики в этой сфере наглядно доказывает, что при системном подходе можно добиться позитивных результатов как в массовом спорте, так и в спорте высоких достижений. Благодаря финансовой поддержке из федерального и республиканского бюджетов, действию целевых программ за последние 10 лет в Мордовии было построено свыше 100 спортивных сооружений. В конце апреля 2013-го страна впервые отметила День российского парламентаризма. В рамках этой даты 10-е юбилейное заседание Общественной молодежной палаты при Государственном совете республики посетила депутат Госдумы Алена Аршинова. Сейчас мы живем уже в новой России, в современной России. И вы знаете, что первыми созывами были как раз разработаны, приняты кодексы, по которым мы с вами сегодня живем. И работы все еще много. И пробелы устранять в законодательстве. И проблем очень много. Каждый из вас с этими проблемами сталкивается, видит их и даже представляет себе, каким образом их можно исправить. И кроме того, хотелось бы сказать, что в силу ряда обстоятельств у нас пока что наверное нет культуры интересоваться своей законодательной базой, поскольку в других странах мы уже обратили внимание на опыт становления гражданского общества, становления всех институтов власти, разделения властей, потому что даже разделение властей у нас произошло только в современной России по факту. И нам еще очень много, конечно, предстоит. Предстоит именно таким активным и небезразличным ребятам, которые собрались в молодежной палате под крылом депутатов Государственного совета. Многое зависит от нас, тем более, что вы и так влияете на все процессы. Очень много интересных законопроектов, которые нуждаются и в оценке молодых людей. Молодых людей, у которых свежий взгляд на проблемы. И я думаю, что этот свежий взгляд как раз у нас есть. Молодежная палата – это не только обсуждение и оценка. У ее представителей есть реальная возможность действовать и влиять на ситуацию в стране. Цель молодежной палаты, она как и некого экспертного сообщества, только стоящего из молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Разрабатывается законопроект. Молодежные палаты есть право обратиться в госсовет и внести свои законодательные инициативы, если они есть. В частности, были внесены предложения по изменению критериев оценки соискателей на президентскую стипендию. Кстати, молодежный парламент работает не только на уровне республики. На данный момент такие органы есть уже в шести муниципалитетах. Остальные города и районы Чувашии также хотят слышать голос молодежи и активно ведут работу по созданию парламентов для молодых. Как обычно слово Министерству финансов, предваряя череду цифр, Михаил Ноздряков отметил, бюджет исполнялся в строгом соответствии с основными направлениями бюджетной политики. 2012 год был для республики очень неплохим. Рост основных показателей даже опередил среднероссийский уровень. Промышленное и сельскохозяйственное производство, оборот розничной торговли, рост заработной платы – все с плюсом. Налоговые поступления превысили 5 миллиардов 600 миллионов рублей. По сравнению с 2011 годом – рост 20%. Укрепили казну и различные неналоговые поступления. Также в прошлом году был получен грант в объеме 84,6 миллионов рублей в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 21 августа 2012 года по оценке деятельности нашей республики, по деятельности органов исполнительной власти за 2011 год. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 22 октября 2012 года, также в числе 15 субъектов Российской Федерации, по оценке качества управления общественными финансами, был получен грант республикой в прошлом году 65,6 миллионов рублей. Общая сумма за два года составила 123 миллиона. Бюджет 2012 сохранял социальную направленность. Более 60% расходов на статьи «Образование, здравоохранение и социальная политика». Выполнены все обязательства по увеличению заработной платы отдельным категориям бюджетных работников. Также положительно изменилась структура расходов консолидированного бюджета с той точки зрения, что увеличилась доля капитальных расходов. Если в 2011 году она составляла 12,7% в общей сумме расходов консолидированного бюджета, то в 2012 году она составила 16,1%. И в апреле месяце на расширенном заседании коллегии Минфина были представлены материалы, в соответствии с которым Чувашская Республика вошла в число 21 субъекта Российской Федерации, по которым доля расходов превысила 15%. Для сравнения, по России эта доля составляет 13,4%, при Волжском федеральном округе – 13%. Государственный долг по итогам 2012 года составил 10 миллиардов 200 миллионов при предельном размере 10 миллиардов 800 миллионов рублей. Министр экономического развития промышленности и торговли Алексей Табаков добавил, в 2012 году объемы инвестиций выросли на 106,7%. В реконструкцию старых, строительство новых помещений, модернизацию оборудования в общей сложности было вложено 65 миллиардов рублей. Это тоже повысило привлекательность Республики наряду с рейтингами агентств «Мудис» и «Фич». Отчет об исполнении бюджета 2012 года участники публичных слушаний рекомендовали Госсовету Чувашии утвердить отчет об исполнении бюджета 2012 года. Что же касается показателей нынешних, по итогам первого квартала они заметно отличаются. И не в лучшую сторону. Как сложится экономическая ситуация, покажет время. Социально-экономический прогноз развития России уже скорректирован и спущен в регионы. Скорее всего, субъекты также наметят более скромные показатели объемов производства. Отчет об исполнении бюджета Чувашии 2012 года в мае прошел через публичное слушание. О том, как работалось с главным финансовым документом прошлого сезона, вспомнили депутаты Госсовета, члены правительства, представители общественности Чувашии. Зачастую парламентариям, помимо законодательной работы, работы с избирателями приходится вмешиваться и в сугубо хозяйственные споры. Вот одна такая история. В Новочебоксарске начата реконструкция канализационного коллектора. Стоимость проекта составила около 300 миллионов рублей. Конкурс на проведение работ выиграла московская фирма. Траншей вырыли, трубы завезли. Но тут, благодаря бдительным горожанам, выяснилось, что трубы-то не те. На последней сессии Госсовета, да, это я озвучил, так как я единственный житель города Новочебоксарска, со всех депутатов Госсовета из 44-х. И поэтому мне не безразлично. Уже город Новочебоксарск, он относится как испытательным полигоном. То здесь очистные сооружения, то здесь, значит, у нас полигоны, то и сейчас идет еще коллектор. Ну, понятно, коллектор нам нужен, да, это для будущего поколения. Существующий коллектор, который где есть, он уже имеет свойство обваливаться, и запах издается по городу. Ну, надо какие-то, хорошо, что федеральная программа сработала с 7-го года, пришли деньги, 280 миллионов, все хорошо. Мы потерпим город, там, скажем, эту траншею, там, все, все эти вот неудобства, да, связанные. Но, когда приводит компания, которая выиграла тендер и трубу другого качества, ну, это уже не в одни ворота, да, она, это у нас вот есть, как бы, опыты на других, там, вот в Ленинграде зимой там провали трубы. Именно была заложена европейская труба «Прагма», а поставили ленинградскую трубу советского качества. Это как заплатили за «Мерседес», а пришла «Жигули», понимаете? А потом они еще взяли, за одну ночь, когда эту мышу подняли, они ночью здесь за одну ночь переклеили наклейки на этих трубах, и она стала «Прагмой». Вот, ну, вообще, не во-не... А слюнявили эти наклейки и сделали. Ну, куда это годится? Потом же нам здесь жить, в этом городе, это у этой трубы, которую советская они поставили. Во-первых, где разница в деньгах, в качестве? Ну, много вопросов, честно говоря. Но потом нам жить в этом городе, и эта труба, она имеет другой раскоп, другую жесткость, другую гибкость. И при какой-то там, какие-то форс-мажорных ситуациях, она может просто там так же обломаться, и вся эта вот, ну, очистное сооружение понимает, что это такое, и оно влияет на наружу. Но на самом деле житель города уже на самом деле мне доверил. Мы как-то, чтобы контролировать, обращаться, реагировать надо. Но все-таки здесь, и вот, спасибо руководству нашего города, и республике, и госсовету, и администрации города Чебоксары, в лице Владыковом. Небезналично к этому относятся, все за это переживают. Ну, вот приходится интегрироваться на непорядочных заказчиков. Не заказчиков, а подрядчиков. Подрядная организация стоит на своем. Завезенные трубы соответствуют всем ГОСТам и могут использоваться в реконструкции. Органы, которые эксплуатируют этот же коллектор, и которые впоследствии будут эксплуатировать, и возьмут его на баланс, они перестраховываются. И эта перестраховка, как бы, она чуть-чуть вышла за границы. Как бы, технической разумности. Наше мнение – работать и начинать работать как можно раньше. Вот эти доводы относительно того, что в проекте заложена труба прагмы. Это совершенно не так. Это передергивание фактов. Потому что прагма – это одно из слов, словосочетание, название нормативного документа, которому должны соответствовать трубы, которые уложены здесь. Недовольные действиями подрядной организации, власти двух городов – Чебоксар и Новочебоксарска – распорядились приостановить работы до полного выяснения обстоятельств. И администрация Чебоксары, и Новочебоксарска, также наше предприятие «Водоканал» максимально заинтересованы в результате. Чтобы были уложены трубы вовремя, качественно. Мы оперативно проводим работу, встречу в том числе с подрядчиками, с поставщиками труб и так далее. Все конструктивно. Проблему вы увидели. Этой проблемой мы занимаемся с февраля месяца. Все зафиксировано, все документы сделаны, письма соответствующие, направлены по всей инстанции. Сегодня ведет экспертиза. Поступил сигнал, который поступил от наших же депутатов и коллег, которые представили город Новочебоксарск, что в Новочебоксарске ведутся работы по замене труб коллекторных и так далее. И у них есть информация такая, что трубы не соответствуют. Не соответствуют проекту и документации. Тому вообще, про что указано в документах. И, естественно, мы не могли это оставить без внимания. Поэтому сегодня комиссионные сюда вышли. Администрация города Чебоксары, глава администрации Натислава Дыкова, представители администрации города Новочебоксарска. И плюс еще подрядная организация, заказчик при улице водоканала, с руководителем. Здесь они рассмотрели, выслушали все стороны. И на самом деле убедились, что сегодня говорили о том, что труба – это та именно труба, которая предназначена по проекту, значит, нельзя. Потому что есть большие опасения. И даже специалисты, которые присутствовали, высказали, что если труба будет такая проложена, то это может привести к серьезным последствиям. И тут уже хочу сказать, что, естественно, не только депутатский надзор, как мы говорим, дата контроля будет. Значит, мы сам чисто, как гражданская наша будет позиция, будем за этим следить. И не допустим ни в коем мере, чтобы такая труба была использована. Это первое. И второе будем требовать, чтобы подрядная организация, которая выделила дендер, она выполнила свои условия. Значит, все эти условия, которые прописаны. И применила, вот опять в первую очередь, качественные материалы, в том числе, в первую очередь, касаться труб. С вами были законодатели. Я, Ольга Панова, прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова